Хочу бы, хотел бы вам рассказать про вчерашнюю ситуацию, а вчера произошло кое-что неприятное, произошло кое-что ужасное, кое-что, ну самый настоящий ад со мной случился. О, блядь, вот такая ситуация произошла, боль адская до сих пор, до сих пор боль адская, многие из вас видели видео, то есть то, как это случилось, то, как я сломал руку, даже попало на видео, мы в этот момент снимали видео, вот, если кто-то не видел видео, как я сломал руку, вы можете посмотреть это видео в моем телеграм-канале, поставьте мой телеграм-канал для чуваков, кто хочет глянуть, как я руку сломал видос, вот, а я расскажу вам про то, чуваки, что с вами будет в России, если вы сломаете руку, вы наверняка, здесь, я уверен, не все в чате ломали руку, так еще и ломали так жестко, как ее ломал я, я думаю, что вам будет очень интересно и полезно узнать, что с вами будет. С переломом ахах. Ну, мы с Даней снимали ролик, а у меня сработал инстинкт самосохранения, то есть Даня сидел на мне, у меня на плечах, я должен был просто держать его за ноги и упасть, и он бы приземлился ногами и все было бы хорошо, но мой тупой человеческий инстинкт самосохранения сказал, о нет, мы падаем, мы падаем, выставь руку. Ну, хорошо, что он выставил левую, а не правую, блять, если бы я правую сломал, я бы даже не запустил стрим, вы не представляете, как мне тяжело было сегодня принимать душ, но это все потом, это все потом. Сейчас пошаговая инструкция, что будет, если вы сломаете руку, и многие пишут в чате, это вывих, нет, чуваки, к сожалению, это не вывих, это нихуя не вывих, это ебать какой перелом нахуй, это страшнейший перелом. Но не открытый, не открытый, закрытый, у меня кость ушла, ну, короче, а еще чешется, конечно, гипс, и его невозможно почесать, это тоже неприятно, но не суть. Короче, рассказываю, как это было. Снимаем мы этот тренд, вот вы видели видос, мы падаем, я выставляю руку и ломаю ее нахуй. Первое, вот вы не поверите, я за одну секунду понял, что сломал руку. То есть, знаете, не было такого, типа, как многие говорят, болевой шок, человек даже не понял, что с ним случилось, я за одну секунду понял, что сломал руку, я почувствовал, как, блять, даже не буду рассказывать, как у меня рука вот так вот нахуй ушла, и я понял, что рука не должна вот так вот уходить. Алиса, тысяча рублей. Спасибо большое, Алиса. То есть, я за одну секунду понял, что сломал руку, я сразу хватаю руку, вот так вот, и говорю Дане, чувак, я сломал руку. Типа, я руку сломал, у меня перелом И Даня Милокет начинает угорать Типа, ха-ха, ебать, троллинг Приколы, ебать, ты приколист Говорит, я говорю, у меня перелом Ха-ха-ха, приколы Я ему показываю руку, у меня кость торчит Он такой, не понял Не понял А, это не прикол, блять, понимает, что это не прикол И вот дальше уже, что начало Происходить, это тильт Он выключает видос, я лежу, блять, и говорю Вызывай скорую, звони в скорую У меня вообще-то рука сломана Мне, мягко говоря, больно А чтобы вы понимали, какая боль Ее даже невозможно описать Ну, я попробую Боль примерно такая, представьте вам В локоть, короче, воткнули, блять Три иглы, длиннющие Которые прошли вообще насквозь Вот так воткнули И каждое ваше движение, это вот движение Вот этой иглы, которые вас воткнули Вот так вот, прикиньте, вот примерно такие ощущения Как три иглы у вас Воткнутые, нахуй Короче, ужасные, кстати, по поводу иглы Это мне кололи вот сюда вот двойную дозу О, фейзет Другое от Рашки, нельзя ожидать, бро Спасибо за 20 тысяч Это мне сюда вкололи двойную дозу обезболивающего Обезболивающего вкололи Двойную дозу Вот такая вот дыра Я ходил с огромнейшей иглой Вот в этой вене, которую я сейчас показываю Полтора часа, нахуй Полтора часа у меня в вене была здоровенная игла Но не суть Короче, я лежу со сломанной рукой И говорю, Даня Вызывай скорую Вызывай скорую, мне пизда, мне больно Вызывай скорую Он начинает звонить там 0-3, куда угодно Знаете, что происходит? Не берут трубку Я говорю, скорая уже выехала Там уже через 2 минуты, как лежу на полу Увидел, что там не только Даня Там все начали звонить И работники магазина, и люди Даня говорит, они не берут трубку Видимо заняты Я такой, ааа Понимаю, нахуй Ну не берут трубку, понимаю, короче В итоге сотрудница магазина Через только 7-8 минут Как я сломал руку Вы, ну, вы скажете, типа Откуда ты знаешь 7-8 минут Чуваки, я каждую секунду считал Для меня каждая секунда со сломанной рукой Как ебаная вечность, нахуй И если вы думаете, что 7-8 минут это мало То я вам скажу, что когда у вас сломанная рука 7-8 минут это очень немало Так вот, я через 7-8 минут спрашиваю Скорая уже выехала И мне через 7-8 минут только говорят Да, выехала, будет через 30 минут Я такой Ааа 30 минут Заебись Заебись Ну, я начинаю, как бы, говорить Чуваки, это вообще-то очень Очень много Ну, мне тяжело будет Как бы 30 минут И, типа, ну Я не сразу просто говорил Я много страдал, кричал В общем И попросил сходить мне за обезболивающими Анвил А в каком Найке это было? В Найке в Афимоле В Найке в Афимоле Я говорю чувакам, типа Сходите, купите мне обезболивающее Даню Милохину Говорю И он пошел в аптеку А аптека закрыта Аптека тупо была закрыта Он приходит Я его ждал, блять, 5 минут Нахуй, думал Ух, сейчас принесут обезболивающее Мне хотя бы будет не так больно Он приходит и говорит Аптека закрыта Типа, братан Без обезбола подождешь скорую Я такой Заебись Заебись И вызывают платную скорую То есть Вызвали бесплатную сразу Но и после этого Ну, Даня пришел Его водители Вызвали платную скорую Платная скорая Сказала, что будет ехать 20 минут Но ее вызвали Через 15 минут Нахуй, после того Как вызвали бесплатную То есть В итоге Бесплатная приехала раньше И я пожалел Я пожалел о том Что не дождался платную Вот сразу вам совет Чуваки Если у вас перелом Вы что-то сломали Забудьте Про существование Бесплатной скорой Бесплатной Государственной больницы Забудьте Нахуй Вы будете страдать Хорошо, хорошо Ну, осуждаю Вряд ли оно так Но забудьте Про бесплатную скорую Вы будете страдать Дождитесь Даже если вам платная Скажет, что будет на 10 минут А это вечером уже было Это было вечером, да Если вам даже платная Скорая скажет Что она будет На 10 минут Дольше ехать Чем бесплатная Скажите Я жду платную Поверьте Вы не пожалеете Забудьте Нахуй Про бесплатную скорую Как бы срочно Хоть у вас Пулевое ранение И бесплатная скорая Приедет там На 5 минут раньше Нет, нет, нет Обязательно В платную Теперь рассказываю Почему Во-первых Приезжает бесплатная Скорая Мужички такие Ну, хорошие мужички Были, хорошо Общались Как бы у них Был чемодан Но Они садятся Напротив Я и так Как бы Страдаю Пиздец Как я ждал Их 30 минут Ну, может Не 30 Сейчас скажу честно Да Стоп 30 Реально 30 минут Я их ждал Нахуй Лежал с переломом У меня Боль адская В руке 30 минут Лежал Их ждал Да, 30 Нахуй Они приходят И сразу же То есть Не начинают Моментально Принимать Какие-то действия Нет Сначала Имя Фамилия Там Как случилось Как дела А как погода Как у тебя настроение Каким дезодорантом Ты пользуешься Не хочешь ли Прикупить Косметику Арифлейм То есть Вот такая Хуйня Я сижу Типа Со сломанной рукой Да, ребята Записывайте Записывайте Не, ну, короче Они начали просто Задавать вопросы Имена, фамилия Все такое Я им начинаю Как бы Ну, чуваки Можно, пожалуйста Мне вколоть обезболивающее А после обезболивающего Уже вопросы Можно, пожалуйста И они такие Да И, короче, начинают Смазывать руку спиртом Вот, кстати Вот это обезболивающее Кто еще не видел Вот такая вот Тоже дырень Они начинают Смазывать руку Типа И достают шприц Нахуй Ну, вот с такой вот Иглой Вот такой вот Шприц достают Я его вижу А я пизда Как боюсь уколов И чтобы вы понимали Я даже Не ёкнул Даже ни на секунду Не испугался Потому что Та боль Которая испытывала Вот эта сломанная рука По сравнению Вот с таким вот шприцом Который мне хотят Хотят колоть вену Была вообще Вообще Вот этот шприц Был хуйней Я его даже Я его даже не почувствовал По сравнению Вот с этой болью Блять, поняли Вообще хуйня Вот настолько мне было больно Ну, короче Мне вкалывают обезбол Двойную дозу Жесткую Ангелина Мне почти физически больно Это слушать Поправляйся Да, спасибо Ангелина Это реально больно Ну и короче Вкалывают мне двойную дозу И меня сразу Как вот Как наркотики Вштырили Поняли Стало легче Но проблема в том Что боль не прошла Боль не прошла Мне просто стало Чуть-чуть легче Но было все так же больно И Они меня просто поднимают И несут В скорую Типа на плече А ты откуда знаешь Что Что откуда знаешь Ладно Я въебу бан Этому дебилу Нахуй спамящему Я его забаню Пусть подумает Над своим поведением Потом разбаню Так вот Меня несут на плечах В машину скорой помощи Я думаю Я буду сейчас ехать В карете скорой помощи Я кстати В своей жизни Один раз ехал В карете скорой помощи Один раз Типа когда Меня сбила маршрутка В 9 лет Когда я ребенка спас Об этом даже в газете написано Так вот Меня сажают В карету скорой помощи Я думаю Сейчас Без светофоров Без пробочек За Одну минуту Доберемся до больницы Меня там Моментально Быстро Оперативно Подлатают Ладно Я думал У меня за одну минуту Знаете сколько мы ехали? Ну минут 20 Нахуй Вы скажете Минут 20 Это быстро Для Москвы А я скажу Что минут 20 Это долго Когда у тебя Сломанная рука А ты едешь в скорой 20 минут Это сука долго Ну короче 20 минут мы ехали Я смирился Думаю Ну ладно Больница просто далеко И вот Когда мы приехали В больницу Начался Самый Ёбнутый Вообще Трэш Начался Самый Передай Пожалуйста Привет Сонику И лечись Катана Поставь Пожалуйста Минимальный Донат Больше Десятки Евро Соник Не передам Ты Задачу Мало Если б я приехал Ты бы ничего не сломал Второй раз Без меня попадаешь Спасибо Степанов За тысячу Я не знаю Зачем Твой донат пропустили Спасибо за тысячу Рассказываю Почему обязательно Всегда ждите Платную скорую И не пользуйтесь Бесплатной скорой Потому что сейчас Будет полный Полный пиздец Какая история Я приезжаю в больницу Я захожу И У меня в голове Была такая хуйня У меня вообще-то Перелом Каждая секунда Мне обезболивающее Вкололи 30 минут назад Оно не бесконечно действует Оно все теряет И теряет в эффективности То есть Каждые 10 минут Обезболивающее Слабее и слабее А боль Наоборот Обостреннее и обостреннее Потому что Мое тело понимает Что у меня локоть Находится не там Где должен находиться То есть Каждые 10 минут Боль Которую я испытываю Умножается на 2 Нахуй Каждые 10 минут Я думал Что я зайду Для меня там Подготовлен операционный стол Дверь меня ждут Я моментально залечу Мне быстро Все сделают Знаете что происходит Когда я захожу в больницу Мне говорят Присаживайся Жди своей очереди А передо мной 4 человека Там Там передо мной 4 человека У одного Палец сломан У другого Вывих У другой тоже Вывих ноги Все с вывихами Типа И меня не могут Пустить без очереди Сначала должны Их вылечить Им там вправить Вывихи Потом меня Я сижу Типа Ааа Прикольно Я сажусь на стул И начинаю ждать Ну выбора у меня Особо нет Я просто сажусь И начинаю ждать Как бы своей очереди И Очередь Очень мучительная Короче сижу Жду Минут 10-15 Боль Накаленнее 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 Ко мне подходит врач И говорит Типа Мы не можем Сейчас тебя вылечить Нам сначала нужен рентген То есть Я со сломанной рукой Должен пойти И сделать рентген Сломанной руки Они не могут Меня вылечить Пока не увидят Что там у меня произошло Я такой Заебись Встаю Иду в рентгенную Там стоит Такой огромный аппарат Женщина Вот Я немножко Удивлен Она как бы работает В больнице Вот такая вот хуня Представьте Вот это рентген Вот сюда я должен Положить руку Она мне говорит Клади сюда Сломанную руку Я ее не чувствую Уже минут 20 Мое тело Уже мой мозг Думает Что у меня этой руки Нет Что ее не существует Она говорит Клади руку на рентген Сломанную А там Чтобы вы понимали Движение пальца Там случайно Когда каждый мой шаг Это невероятная боль То есть это вообще Пизда Ну я через Ебать какие крики Но я попросил ее Дать мне В зубы полотенца Что-то еще Мне дали Я сжал зубами полотенца Вот так вот взял Правой рукой Левую руку Левую руку Закинул на этот Стоп У меня потекли Ебать Сколько слез От боли Нахуй Мне все-таки Сделали рентген Потом я выхожу В коридор Типа через всю эту боль Я ну Как вы поняли Из-за вот этих действий С рентгеном Я расшатал там Всю хуйню То есть я по сути Усугубил еще Свою ситуацию Я еще усилил боль Себе Потому что я начал Блять дергать Эту хуйню Для того чтобы сделать рентген Я выхожу в коридор И думаю Ну сейчас-то я вот Сделал рентген Вот прямо сейчас Врач видит мою ситуацию Он меня вылечит Мне говорят Садитесь Вы в очереди Я такой И вот дальше Произошла такая хуйня Которую Вот до сих пор У меня чешутся руки Вот приехать в ту больницу И поговорить с тем человеком Короче я сижу на стуле Прикиньте Я сижу на стуле После того К мне вкололи обезболивающее Двойную дозу Прошло уже 40 минут Оно уже не очень помогает Я еще эту руку Ёбаную нахуй Ради этого рентгена Поняли Трес и все такое Там перелом Боль которую я испытываю Не передать словами Я сижу вот так вот на стуле Вот так вот типа Ну лежа Поняли Я аж лежу Чтобы она была Вот в таком вот положении Я лежу Идет чувак Врач Это был какой-то врач У меня ноги вот так вот типа Ну по центру коридора Я аж ну разлегся от боли Я не мог сидеть Вот я в таком положении Как сейчас не мог находиться Потому что большое давление сюда Я лег Чтобы мне не было так больно Идет врач И говорит мне А ты шо Ноги свои убрать не можешь Я должен переступать И хуярит мне по ноге нахуй Не сильно Типа показательно задевает ее Я смотрю на него Думаю Ты че Ебанулся нахуй И заходит в кабинет такой По карте Он сразу То есть он даже не остался Разбираться У него там Врачебный кабинет Типа по карте Сразу залетает Свой кабинет по карте И я в этот момент Ебать психанул Со мной был Даня Милохин И его водитель Я говорю ему водителю Типа А ну дай телефон Типа Вести себя так Не подобает То есть просто хотел Позвать своих друзей Чтобы может они поговорили Сказали человеку Что у меня сломана рука И бить меня по ноге И говорить что я Разлегся по центру коридора Не совсем Не совсем правильно Вот я хотел Сразу чтобы с ним поговорили люди Но Водитель Дани Сказал что типа Не надо Не стоит такой хуйней Сейчас заниматься Давай хотя бы тебе руку Сначала вылечим И не стоит такой хуйней Заниматься Но я до сих пор в тильте Милохин не винил себя в этом Милохин не винил себя в этом Нет Не винил И я его не винил Не он себя не винил Нет Нет Ну я пару раз его винил Когда он мне говорил Какую-то хуйню Типа блять Я ему говорил Ну вообще-то у меня Из-за тебя сломана рука Как бы Ты ебанулся Вот Но на самом деле Это было в шутку Я его особо виноватым Не считаю Я сам подставил руку Ну короче Конечно Доля его вины есть В этом Доля есть Но Он не виноват Коля мы тебя любим Поправляйся Спасибо Варя За тысячу рублей Вот Ну короче Но он был со мной рядом Все это время Типа Пока в скорой ехали Потом когда мы приехали В номер со мной Посидел То есть он был со мной Все это время рядом Ответь Гипс у тебя на правой руке Но в тиктоке Было видно Что ты сломал левую руку Так это левая рука Отвечи за фигня Это гипс на левой руке Покажи свой тикток Где лежишь И Даня снимает тебя Вот правая рука Вот левая Я сломал левую руку И у меня гипс на левой руке Вот правая Просто Камера имеет такую хуйню Как зеркалка Отзеркаленная Такая залупа Понимаешь Это левая рука Братан Посмотри Ой бля Кстати вот это знаете что Вот это знаете что Это катетер Мне ставили Типа пробивали Кстати я спалил свой сосок Это плохо Да Для твича Извините твич Хотел гипс показать Извините Вот Осуждаю там Если Это очень плохо Что я показал свой сосок Блядь Мужской нахуй Ведь люди же Не знают Какие у мужчин соски Будь сейчас Внимателен К своей руке Обследуйся Еще раз Если неправильно Оказали помощь То произойдет Атрофия Из-за повреждения Нерва Знаю как это больно Выздоравливай Солнышко Все что мне сказали И то мне это сказали Не врачи Так я даже Не дорассказал историю Я даже не дорассказал Историю Как меня вылечили Нахуй После того как Я уже проделал рентген Произошла эта хуйня С врачом Меня наконец-то зовут Вправить мне руку Я захожу в кабинет Мне ставят катетеры Типа проверяют Мое состояние Сердцеберение Типа не упаду ли я в обморок Я говорю что Да нет не упаду я в обморок Короче они берут Огромный шприц С лидокаином Такой конской Дозой лидокаина И колят мне прямо Вот в локоть Туда где у меня перелом Колят конскую Огромнейшую дозу Лидокаина Потом говорят Не ложись Берут мою руку Сломанную нахуй И начинают с ней Просто как будто Это я не знаю Пластилин Начинают ее Вот так вот по сторонам Ебашить Вправлять кости Вот так вот Я сижу типа Кайфово Кайфово Пацаны Кайфово Блядь Ну короче Начали мне просто Кость на место ставить Поставили мне кость на место Сразу берут гипсы И гипсуют Когда кость на место поставили И Зачем-то начинают Меня блять Пугать Не ну может они врачи Но они начали Меня прям жестко пугать Что Мы то кость вставили Мы то закипсовали Но есть шанс Что у тебя там Что-то Атрофия нервового сустава Третьего То есть Пальцы никогда не будут работать Понадобится дорогостоящая операция Возможно придется ставить тебе спицы Возможно у тебя завтра Остановится сердце Есть шанс Что когда ты будешь Подниматься на лифте Трос порвется Ты упадешь в шахту Взорвешься То есть Начинают мне такую хуйню нести Я лежу Мне только вправили руку Только загипсовали Я лежу Типа Прикольно Еще что расскажешь Блять Мне так нужно послушать Что у меня там Возможно Ну короче Просто начали мне рассказывать Что у меня с рукой пизда Возможно И я Сейчас Либо после стрима Либо завтра Поеду уже в платную больницу Где покажу врачам свою руку Чтобы они мне сказали Типа Что мне нужно Там типа Пить Принимать Таблетки Что-то еще Вот Лизик Коля какой ужас Слышать больно Солнышко поправляйся Скорее меньше чем 3 Спасибо Лизик За 1000 рублей Коля Ты dead inside Нет я Не dead inside Я не dead inside Ну когда-то был Когда-то был В этой культуре Но сейчас я не dead inside Вот Ну блять Чуваки Короче Вы должны сделать Для себя выводы Во-первых Если вы падаете А на вас Еще какой-то вес Типа Ваш друг Или что-то еще Или вы просто падаете С высоты Защитите голову Но не выставляйте Вот так Свою руку Не выставляйте Вот так Свою руку Вы ее сломаете Нахуй Я понимаю Что инстинкт Самосохранения Выставит ее За вас Но может Вы вспомните Сегодняшнее Как бы Мое видео Мой рассказ И поймете Что Ну переборите Инстинкт Самосохранения И выставите руку Как-то Закройте голову Что-то еще То есть Если бы я просто Поставил руку Закрыть голову Вот так Все было бы хорошо Я просто ударил Блять Немножко руку Но я бы ее Не сломал Так сильно Как я ее сломал То есть Чуваки Не выставляйте Ни в коем случае Руку Вот Просто защитите голову Или что-то еще И не звоните В бесплатную скорую Там Вы будете В очередях Если у вас Перелом Или что-то такое Вы будете Час Терпеть Страшнейшую боль Просто тупо Час сидеть И терпеть Страшнейшую боль Нахуй Поэтому забудьте Вообще Про бесплатную скорую Если вам пизда Как хуева Если у вас Что-то простенькое Типа температура Насморк То можете вызвать Бесплатную Но если у вас Перелом Ни в коем случае Не бесплатно Вот Если есть донаты Катан пропусти донаты Кстати Можем сейчас Добавить Ваню На стрим А то он на меня Обиделся Послушаем Как он Ну почему Почему он Обиделся вообще Как у него дела Блять узнаем Давайте сейчас Добавлю Ваню Сколько твой Менеджер отвечает Мы хотим с тобой Сделать коллаборацию В инфте Пусть в теге Отпишет собак